Итак, вы рассчитали тепловую схему, создали библиотеку элементов, научились переносить проект. Теперь мы можем приступать к непосредственному проектированию. Посмотрев на тепловую схему, рассчитанную уже, мы можем видеть, что не все библиотечные элементы смогут заместить вот это все оборудование. То есть у нас нет тепломерников в библиотеке, нет гидравлического разделителя. Нету котлов и горелок. Значит, котлов нету, потому что довольно-таки сложно найти 3D-модели для меня оказалось. Котлов и горелок, гирш тоже, к сожалению. Гидравлические разделители, понятно, что он каждый раз разный, его надо делать, ну и каждый раз его надо делать. И теплообменники производители также не дают никаких чертежей. Единственное, что мы имеем, это просто габаритный размер. Вот. Что бы я сейчас с вами хотел сделать, так это создать это оборудование. В папке этап 9, котельная, у нас есть предложение по оборудованию. Котел Будерус, горелки, гирический разделитель, предложение по ХВО, расчет теплообменников. Вот. Ну, начнем с гидравлического разделителя. Так. Кто он тут уже? Угу, угу, угу. Сейчас, секундочку. Ну, вы... Я удалю это, потому что мы сейчас начнем с гидравлического разделителя. Я тренировался. Вот. Всё. Удалить. Создаем деталь. Обычная деталь. Итак, в файле, там, типа, геофиры торг. Первый пусковой. Вот этот вот тепловой. Ну, чертеж. Где он тут лежит. Тепловая схема, вот он. Здесь есть чертеж. Вот, нестандартная деталь. То есть, он уже рассчитан. Понятно, что мы рассчитав трубопроводы, рассчитали и гидравлический разделитель. Вот он такой должен быть. Я его распечатал, чтобы каждый раз сюда не смотреть. То есть, вот он у меня лежит передо мной, и я просто его сейчас буду делать. Так не сниматься не снимать. Так не снималась. К.. Так. Так. Хорошо. Так. Продолжение следует... 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 Покруглую, ось, четыре штуки, есть, все, мы создали теперь принять эскиз, выдавление, раз, два, три, четыре, меняем направление, ставим 200, создали мы вот такое-то, нам понадобится создать еще две детали, две детали, то есть нам понадобится еще две плоскости, раз, два, и вторая плоскость, создать, два, создать, два, так, принять эскиз, выдавление, все поймете, почему я это все делал, так, вот, вот так, возврат, тараз, и последняя деталь, так, плоскость, окружность, окружность, двадцать, принять эскиз, так, выдавление, опять в другую сторону, двадцать, что у нас имеется, что у нас имеется, что у нас имеется, что у нас имеется, видимость, выключаем этого всего, так, как нам уже это не надо, так, как нам уже это не надо, возможно, возможно, вы создаваете их первый раз, вы сейчас увидите, как это удобно, и практично, работать с трубопроводами, в чем, собственно говоря, и была выбрана, мой выбор лег на эту программу, создание трубы трубопроводов, окей, первое, что надо сделать, это определиться с трубами, с которыми мы будем работать, нажимаем стиль труб и трубопроводов, здесь мы видим, какие трубопроводы у нас имеются, есть жесткая труба, светильными трубами, с гибами, и гибкий шланг, нам понадобятся две трубы в этом проекте, жесткая труба и гибкий шланг, гибкий шланг, но он без разницы какой, без фитингов, это ладно, там он используется совсем чуть-чуть, для подсоединения гидролического разделить, ой, химводоочистки, а вот эти трубы, металлические, и мы будем пользоваться часто, и я пользуюсь, обычно это сварная, труба стальная, сварная, фитинги, к сожалению, здесь нет нержавейки, то есть оцинкованной трубы, оцинкованная и есть стальная, может быть, она, в общем, наших тут гостов, где-то их надо скачивать, находить, наверное, вот, и так далее, вы нажимаете, вы выбрали, например, вот этот вот DIN, нажимаете на него два раза, и начинаете его, корректировать для себя, то есть выбираете нужный вам диаметр, с которым вы будете работать, это раз, потом, ставите, будет у вас сварное, сварное швы, или фланцевое соединение, ну, мы ставим сварное швы, конечно, и, тут надо правило выбрать, тут промежуток какой-то надо ставить, не знаю, для чего он нужен, минимальное 60, максимальное, ну, я тут обычно ставлю, ну, в зависимости от диаметра, если большой диаметр, то, в принципе, надо ставить 100, минимальный отрезок, вот, это мы настрой сохраняем, предположим, вам надо тот же DIN, но диаметр другой, то вам надо копировать, так вот, опять нажать два раза, здесь поставить, уже диаметр 50, например, или там 100, выбрана новая спецификация, предупреждает, только вот здесь, для лучшей ориентации, поставить D50, нажимаем сохранить, ну, вот, что мы видим, появился D50, ну, сейчас нам надо трубы, как, вы понимаете, диаметр, вот здесь у нас 15, а здесь 20, то есть, нам надо создать сейчас эти диаметры, я их уже, в прошлом создавал, и просто, эту вот настройку, например, для диаметра 50, можно экспортировать, куда вам там заблагорассудится, и только назвать правильно труба, там, диаметр 50, я сейчас импортирую мои настройки, импортировать, вы также можете, у вас в этап 9, папка, есть, и Enter Pipes, и здесь есть, от 15 до 125 трубы, пока такими я вот пользовался, в этом программе, что я делаю, я 9, Enter Pipes, так, мне нужно 15, открыть, окей, вот она показывает, что все, ноль ошибок, вот она 15 труба, и, мне надо импортировать 20, открыть, окей, 15-20, да, получилось, закрываем, теперь, мы будем чертить, создаем новую трассу, трасса, для лучшей ориентации, ставим D 15, соответственно, выбираем, диаметр 15, так, выбираем, все, краса, вот зачем, мы ставили вот эти вот, штучки, это нам надо для, того, чтобы, нам было откуда начать то есть просто бы он не начал бы с заглушки то есть он там начинает он откуда-то хочет начать но мы создали вот такую вот деталь будет считать что это отверстие вот она начинаю делаем 100 интер создала отрезок принять маршрут заполнить раз вот она заполнила диаметром диаметром 15 начинаем пользоваться нашей библиотекой которую мы создали вставить шаровый кран нужен пятнадцатый а это значит что мы его можем найти вот здесь вот подсоедините этот шаровый кран окей мы можем двумя способами это делалось вот так нажимая shift мы меняем вот этот свободное подключение сторона свободного включения можем просто вот так вот разместить его здесь свободном пространстве и подсоединить фитинг свободный фитинг он уже вот он выбираем его например вот это вот и опорный фитинг это вот нажимаем ok отлично еще такой момент когда мы его так вот пользуемся вот таким вот подсоединением выбираем сначала ту деталь которую мы будем двигать ту которая не двигается стационарно и здесь вот надо помнить что здесь вот 0 расстояние 0 ничего не должно быть никаких сдыхов не будет ни ни 7 там а миллиметров а вот 0 окей дальше мы продолжаем чертить нажимаем опять два раза на трассу 15 миллиметров опять 100 принять маршрут он уже заполняется автоматически и вставить фитинг какой это у нас будет у нас будет воздухоотводчик 15 диаметра нажимаем на него окей так это он как бы не является частью трубопровода поэтому так вот мы его сейчас подсоединить просто не можем но мы можем его подсоединить вот таким образом подсоединение фитинга свободный фитинг вот отсюда эта вот резьба заходит в трубу и сюда вот он заходит получилось вот так вот у нас вверх сделал теперь теперь мы создаем еще одну ветвь принять участие второго провода 1 но вот то есть не ветвь а новую трассу только уже диаметр 20 новая трасса а вот здесь надо не забыть поменять маловато конечно место у нас для хождения трубы ну ладно пробуем вот здесь ну да 100 это у нас только 10 миллиметров от пола можно даже тут даже нет 10 то есть 10 сантиметров пола даже нету этого мало конечно же надо поменять мы делаем без труда увеличиваем что мы делаем здесь мы создавали деталь под помощи плоскости под помощи плоскости то есть хотя бы нам надо 15 сантиметров то есть там у нас 100 есть ну не совсем 100 90 миллиметров есть надо еще добавить 60 то есть 360 ну и понятно что у нас такая сродица маленькая появилась для этого мы выдавливание меняем а вот на 250 например вот так вот мы легко внесли изменения в деталь измениться надо потом будет менять и вот здесь вот все эти чертежи изготовительные так ага на ветви я сейчас подумал и решил что надо вставить 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 из библиотеки элементов отвод какой нибудь какой нибудь диаметр 20 колено то есть ну не называют колено это например вот такое 3 четвертых он приятная вставка между нами еще я подумал что вот на этом этапе лучше сохранить и а вот если еще можно Все, сделано, соединяем, соединила только, ну в принципе плана будет в эту сторону смотреть, нормально, и снова возвращаемся к трубопроводам, ветвь 1, трасса 20, продолжаем ее через сеть, то есть нам надо вывести вот сейчас трубопровод, ну можно не округлять, бог с ним, принять маршрут, заполнение трассы, последующего она будет заполняться автоматически, каждый раз этого делать не надо ставить опять шаровый кран, он уже 20-й, ну да, вот так, разного как-то. Поменяем, кажется он 15-го диаметра, поставим больше, поставим единицу, здесь, ну вот сейчас больше похоже, ну понятно, но нам главное, чтоб было видно, как он исполнен, Здесь уже на изготовление нестандартной детали вы несете свои коррективы, это не принципиально вот это вот, что тут у нас вообще даже другого металла, какой-то такой блестящий кусочек, а главное, что мы знаем, что вот это вот мы сможем изготовить. Дальше. Ну, гидрический резервист готов. Можем его вставлять в проект. Двигаемся дальше. Сохраняем. Сейчас мы с вами создадим теплообменник. В этап 9, предложение по оборудованию, расчет теплообменников, есть расчет теплообменников. Вот они размеры, нам производитель дал, мы сделали запрос, он дал нам предложение, камерическое. Эти, этот чертеж я распечатывал и просто положил у себя перед, ну пускай он будет открытки, в принципе. Может что-то посмотрим. Так, я создаю обычный 2D-эскиз. Отрезок. Так, ширина 315 пополам. И сюда так же. Глубина его составляет... Глубина 213, здесь 315, все, соединяем. Так, эскиз готов. Выдавливание. Выдавливание, он у нас высотой 867, 867. Дальше. Я хотел бы сделать отверстие. Небольшое. Так, грань, создать. Отрезок. На 867, 867. Отверстие. Так, я вижу, что у меня диаметр 50 заходит в теплообменник. Кажется, сейчас проверю. Да, 50. Ну, это без разницы, в принципе, какой сейчас тут вводить окружность, какого диаметра. Вы поймете сейчас почему. Принять эскиз. Выдавливание. В другую сторону и... 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 Здесь спускай. Так... Стоп. Я это сделал. И... 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 А выдавление на другую сторону. Дальше. Дальше у нас есть такой вот момент. Сейчас я его покажу вам. Посередине вот здесь вот у нас будут прямоугольнички вот такие. Примерно такого вот, больше нашего. Примерно. 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 Выдавливаем. Итак, сейчас мы выдавливаем до. Примерно. Сейчас скажу. R2. 801. Минус. 75. Минус. 11. А вот. Вот. Такая. Такая ситуация получается у нас. Примерноугольник. 40, скажем. Примерноугольник. Примерноугольник. Выдавливаем. Расстояние. до выбранного а нет, это просто S-Kish надо выбрать а-а, отмена, ясно, не выдавил она так почему-то он шире эскиз ну-ка а, это я ввел неправильно зачем ввел так а-а 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 какой там у нас оставим вот 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 это такой экспресс то есть экспресс построение теплообменника что тут сказать еще можно по этому поводу теперь нам надо сделать вот 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 два два отводика для этого нам понадобится две плоскости который будет проходить через вот это вот через середину вот этого вот отверстия начало создать плоскость плоскость так смещение относительно плоскости смещение относительно вот этой плоскости будет так 139 на два раз у нас еще одну плоскость взберем еще одну плоскость еще одну плоскость взберем в другую сторону минус 139 попала дальше дальше мы создаем эскиз вот этот эскизик Так, вот оно, отрезок от середины, 70 раз и вверх, вверх я скажу сколько, 1005 минус 867, так, правильно, создали, так он такой будет закругленный у нас, поэтому нам нужна дуга, вот, стоп, нет никак, есть, 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 угу, 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 отрезок, уже не надо, создали, следующий этап, принять эскиз, создаем следующий эскиз, так, вот удобнее, и смотрим, смотрим с вами, так, здесь у нас 70 раз, здесь у нас три, так, 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 сейчас я неправильно ввел значение, то первое, то первое значение неправильно ввел, значит, 955, 955 минус, 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 вот так, 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 вот эту вот часть так вот так 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 связок есть и здесь вот вот сейчас тут надо исправить изменяюсь эскиз 70 и сюда 150 5000 минус 267 окрел пошло Вот так. По сути. Дальше что мы делаем. Убираем ось. Нет. Сдвиг по пути эскиз. А эскиза нет. Мы сейчас сделаем эскиз. Сдвиг по пути эскиз. Сдвиг по пути эскиз. Сдвиг по пути эскиз. Ничто не проходит даром. Сдвиг по пути эскиз. Сдвиг по пути эскиз. Сдвиг по пути эскиз. Сдвиг по пути эскиз. Вот так, убираем лишнюю плоскостью, меняем сет, как бы такой теплый, какой-нибудь, типа такого, так, а мы сохранили, нет, наверное, конечно, сохранить как, продолжение по оборудованию, расчет тепловинников, расчет тепловинников, сохранить, есть деталь, тепловинник, создать наборку, так, сохраним ее, сейчас наставим, вставить, открыть, так, сохраняем теперь, сборка, тепловинник, так, ну и вставляем нужный нам элемент, оставшийся, а это фланцы, может фланцы у нас будут, фланцы диаметра 50, простые, АПН 6, сейчас какой-то МПН, 16, Кажется, кажется 16, ну-ка, ну, рабочая длина, 16 атмосфера, она, наверное, это и есть, так, она на Ти 16, фланец, ПН 10, АПН 10, он будет наверное только с бортиком здесь по крайней мере гостовских у меня нет к сожалению ну да ну поставим с бортиком ничего страшного он не даст вот он шестнадцатый так шестнадцать стоп а вот это вот да вот это нам нужно серия 1 диаметра 50 да тут бортик это нам мешает конечно ничего не скажешь ничего не поделаешь да поставим PN10 вместо PN16 где то они были уже пропали так вот Так, надо будет заподлицо сейчас сделать. Так, ага, сейчас, секундочку, значит зависимость, вот так, и вот так, это раз, вторая зависимость, вот. Ну вот так вот. Ну 50, вот это, конечно, такой момент, но ничего страшного, но, в принципе, это понятно, что я ввел 50, понятно, что 50 отрубает, но на самом-то деле не 50, а там 50, надо справочники посмотреть сейчас. Это на самом-то деле 57, а вот эти вот 7 миллиметров, они вот тут вот и отразились. Так, мы сейчас это исправим, это делается очень легко. Открыть. Мы начинали создавать вот здесь эскиз, насколько я помню. Угу. Редактировать. 57. Все, стало больше. Сохранить. Сохранить. Открыть. Выполнить обновление сборки. Да. Выполнить сразу этот промежуток, маленький есть, ну ладно. Сохранить. Как-то так. Ну, понятно, что госты, дины, все это надо искать, нужное нам. Вставляем еще 4. То есть еще 3. И еще 3. Ну, 3. Ок. и здесь, да, есть. Как-то возникал вопрос, почему вот так вот вплотную здесь фланцы, ну, производитель вот так вот делает, то есть сюда фланец накладывается, вот если здесь еще будет фланец второй, то здесь фланец второй не накладывается, вот эти фланцы, они сразу прикручены в теплообменнику, сюда просто доходит труба и по кругу проваривается. Здесь вот второго фланца уже не будет, так, это мы сохраняем все, закрываем. Итак, мы с вами создали теплообменники, то есть теплообменник и генерический разделитель, вот предложение по оборудованию, еще теплообменников и генерический разделитель. Значит, горелку, я ее, она здесь есть, она уже создана, простая горелка, то есть, я думаю, что она не стоит того, чтобы тут объяснять, как ее создавать. То же самое с котлами, вот у нас сборка, вот котел. Вот, выход дымовых труб, это для горелки подселения, все. Так, и еще я сделал маленькую заготовку по HVO. В библиотеке элементов есть химводоочистка, мы потом примерно подставим нужную нам в котельную. я вот, единственное, что сделал маленький фильтр, такой вот, Honeywell, а вот он такого размера примерно. Почему я его сделал? Дело в том, что вот он стоит, где, так, вот он после, после насоса в подпитке он стоит и ПВШ фильтрует воду подпиточную. В его тоже нет библиотеки, но он, его размеры вот здесь вот, диаметр, высота, вес не нужен. И вот я его поэтому сделал, чтобы потом вставить его в проект. Тоже просто делается, вы это сами можете сделать. Опираясь на то, как мы создавали теплообменник, металлический разделитель, но я опираюсь, конечно же, на вот эти все этапы создания котельной. «Грыл, только кабинеты на 3» поicemеск, ноتique акций в 8. Вот так получилось так. Классовflowшие мы프� Ho защищаем на 10, а для покесения ш beach−он за 4, hetic-чатые участки, allegations��라고요 без правос".